Номер 5, Аршалоев Аликва капитан команды, Номер 10, Чуйков Максим, Номер 11, Серии Иванов Аликва, Номер 7, Зарядье студии, Номер 9, Нерунков Мидей, Номер 13, Поварничок Аликва, Номер 23, Тюрмок Никита, Номер 6, Сладица Максим olmации, Номер 24, Болахов Максим, Номер 7, Матрич, Болахничок Правил, Номер 27, Б tangитель Малысей, Номер 24, Благодарь Максим, Главный тренер команды Владимир Александрович, тренер команды Гнязь Сергея Александрович. Матерь отслуживает судейство Геларда. Главный суд для соревнований – любимый партнер, город Санкт-Петербург. Помощники судей – Чернин Андреев, город Медомах. Лешкова-Надеслав, город Санкт-Петербург. Вместе от встречи у Василия Иванович, город Ново-Чертанова. Хорош. Еще раз приветствуем всех вас, друзья, и смотрим за матчем, и смотрим за атакой Чертанова, которые очень активно наши футболисты начали этот поединок. И Антон Зиньковский буквально несколько секунд назад врывался в чужую штрафную, пройти ему не дали, мяч подхватил Егор Рудковский. В итоге снова с мячом оказался Антон и заработал угловой. Именно наш седьмой номер, один из лидеров нашей команды будет его подавать. Отпасовывает он на Романа Косичка, следует навес на ворот Малыгина, но мяч уходит за лицевую. В общем, есть у нас еще раз время повторить составы играющих команд. Теперь уже поподробнее разберем эти составы по линиям. Начнем, пожалуй, снова с гостей, с командой Подоле, из Подольского района, из села Ерина. Воротах Александр Малыгин, который во всех матчах этого сезона выходит в основе, для него это 25-й поединок, и всего лишь два раза он был заменен из-за небольших повреждений и выходил на поле 19-летний запасной вратарь Никит Смирнов. Ну а так Малыгин играет без замен. Раз, два, раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну вот сюда-то, что-то. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Води, за мячом. Больше логу. Раз, два, три. Раз, два, три. раз-два-три раз возвращаемся в наш трансляцию друзья обрастить нас за некоторые технические проблемы честно говоря мы не относим их на свой счет потому что за полчаса до матча когда мы начали готовить наш трансляцию даже раньше youtube выбросила очень странную надпись которую мы с режиссером наш трансляция андреем первойкин никогда в жизни не видели о том что на канале youtube идут профилактические работы и запустить трансляцию просто невозможно мы честно говоря испугались но все-таки эти проблемы удалось решить но тем не менее определенные технические недосадки в нашей трансляции возможны за что мы заранее просим прощения и продолжаем следить за футбольным поединком 26 тура зоны центра 2 дивизиона подолье приехала в гости к чертановой и начало матча очень активно и уже два угловые сработали чертановцы только что подальчане подали свой первый угловой так что матч ожидается зрелищный интересный стоит его смотреть еще раз повторюсь очень важный поединок для нашей команды и не мудрено что мы активно начинаем этот этот матч и уже штрафной штрафной очень опасный справа фанга сейчас будут пробивать футболисты белой форме чертановцы составах пожалуй чуть попозже сейчас посмотрим за этим опасным штрафным еще раз расскажу о важности этого матча у подолья побольше очков чем у нас команда если быть точным сразу на 10 больше потому что чертановцы на данный момент занимают 14 позицию в турнирной таблице набрали мы в 25 матчах 12 очков подали на 12 месте у этой команды 22 очка 19 очков уснявшегося в иксанского металлурга который сегодня виртуально играет с орлом и виртуально ему проигрывает так что орел сегодня три очка наверет смотрим за штрафным навесно очень высокий ни до того из наших мяч не доходит только мячу первым успевает антон зиньковский фиксирует арбитр почему-то фол вполне возможно там был и положение вне игры все возможно так или иначе будут пробивать подальчане штрафной нет все-таки фол был у орла 11 баллов опережали мы его на 1 очко все таки поэтому сегодня орел три очка свою копилку без борьбы положит и станет у этой команды 14 баллов у нас 12 так что сегодня мы можем на одну позицию вниз опуститься если конечно же очков сегодня не наберем а мы надеемся что произойдет обратная ситуация ксичок в одно касание налево на жижны жижен продвигается вперед проходит центральную линию поля надо уже расставаться с мячом жижен делает отличную передачу на правый фланг там сергей гранжа он в одиночестве он может и обыграть но гранжа пробует сделать передачу низом штрафную и защитник подальчан выбивает мяч на угловой третий угловой всего лишь прошло не больше семи минут этого матча три угловых уже у чертановцев и сам сергей гранжа отправляется его подавать небольшим числом чертановцы идут штрафную ну и пожалуй нет смысла навешивать потому что игра головой не самый лучший компонент который чертановцы отточили ну и в нем безусловно прибавили сразу пять человек было за пределами штрафной гранжа подавал так что всего четыре человека в чужой штрафной были естественно предпочли наши футболисты этот мяч разыграть получилось не слишком удачно но по-прежнему с мячом чертановцы его рудковский вышедший в основе снова в этом матче отбасал назад но не точная передача последовала от сил до оттенков вперед и с мячом сейчас футболисты в бордовой форме футболисты из подольска также не точную передачу делает подальчане и мяч перехватывает александр котов и делает неплохую дегональ на жижно но мяч у александра малыгина его я уже представил и дальше о составе подоле поговорим в защите евгений осокин третий номер евгений баранов 14 егор бажутов 25 и иван лаврухин 4 здесь без неожиданности все эти четыре футболиста чаще других защитников выходят в основе в полузащите александр аксенов номер 6 у него это капитан команды самый опытный футболист 31 год ему 32 пошел максим шуньков десятый александр селиванов 11 евгений горячев седьмой евгений еженков 9 это линия полузащиты безусловно выделяем мы здесь александр селиванова 11 номер автор одного из голов ворота чертанова в матче первого круга это воспитанник футбольной школы московского спартака поиграл он некоторое время и в дубле этой команды но уже достаточно давно выступает за подоль и в кфк забивал просто невиданное количество мячей в втором дивизионе пока он не столь угрозен но чертанова он огорчил в первом круге это мы помним главная звезда этой команды футболист с характером как и тренер этой команды александр бодров и не всегда они скажем так находят общий язык и не всегда селиванов выходит в основе иногда чисто в профилактических целях бодров его оставляет на скамейке запасных но вот сегодня селиванов в основе пристальное внимание к нему по защите есть пара сюрпризов это максим шуньков и евгений еженков которых не отнесешь футболистом стартового состава не часто они выходят в числе первых 11 в частности для еженкова этот матч всего лишь всего лишь третий в основе что касается шиньков для него это десятый матч в сезоне когда он выходил в основе напомню идет двадцать шестой тур уже в зоне центр ну и единственный нападающий футбольного клуба подоле это евгений поварницы на него пятнадцатый номер напомню также отличился он голом ворота чертанова но сейчас антон зеньковский и он на краю штрафной и точно распоряжается мячом бьет здесь жижин достаточно опасный удар проходит на правой девяткой мяч неплохо комбинации разыграли чертановцы на коротком участке поля зенковский разобрался со своим оппонентом отдал рудковскому рудковский на жижина жижин пробил в общем неплохо начало активное начало хорошая надеемся будет такое же и продолжение заставить чертанова теперь на воротах у нас второй раз андрей конаков второй раз подряд я имею ввиду для него это четвертый матч в этом сезоне провел он в середине первой части сезона два матча против двух коллективов из воронежа против факелов в гостях проиграли мы тогда 0 3 и против выбора курпатова ныне почившего в бозе один-четыре проиграли мы тогда дома и в этих двух матчах играл андрей конаков и как это неудивительно третий раз на поле конаков вышел против тоже воронежской клетиво а здесь антон зенковская будет ставить пенальти надо не надо может быть арбитр указывает на ворота это значит что будет удар от ворота от александра малыгина неплохо накрутил антон зенковский вошел практически во вратарской уже попытался обыграть и малыгина но мяч судя по всему упустил со спины мы видели этот эпизод показалось что может быть пенальти хотелось так по крайней мере но арбитр зафиксировал удар от ворот значит антон мяч упустил так вот конаков у нас на воротах три матча против воронежских команд он провел в прошлом поединке вышел в матче против лисок и буквально герой стал он в этом матче мой коллега сергей дерябкин сорвал голос буквально визжал пищал как не скажу кто как хороший болеющий эмоциональный комментатор 0 0 мы сыграли с лисками хотя могли наверное и проиграть могли может быть и выиграть играли в несвойственном для себя стиле второй тайм просто отбивались но как отбивались отбивались грамотно отбивались сплоченно защищенно как бойцы бились и все-таки увезли из лисок одно очко сыграв ничью с местной командой 0 0 а эта команда локомотив железнодорожники местные между прочим идут на четвертом месте считаются одними из лидеров зоны центра и одним из сторожилов вообще второго дивизиона но андрей конаков стоявший на 0 стоявший насухо был признан лучшим игроком этого матча проводим мы после каждого поединка голосования в нашей группе вконтакте можете туда заходить паблик наш называется очень просто и все чертанова ну или фк чертанова в поиске можно набирать все можно найти три конаков с громадным отрывом выиграл это голосование опередив антон зиньковского и александр солдатенков который также в защите герой стала снимал буквально весь второй этаж но антон зиньковский активничал впереди и напрягал листских защитников сегодня он напрягает напрягает подойских защитников и уже было несколько опасных моментов с участием именно зиньковского который безусловно в хорошей форме находится заносит меня постоянно и не могу я сразу состав назвать полностью потому что хочется про каждого что-то рассказать андрей конаков 54 номер он у нас на воротах в защите александр котов 17 наш капитан в центре александр солдатенков 6 и егор контаков 3 номер для него это всего лишь второй матч в сезоне и напоминаю 16 лет всего егору до сих пор он играет за команду 98 года рождения в школе чертанова который еще не выпустилась лишь этим летом будет выпуска этой команды но контаков уже выходит в основе во втором дивизионе а это бортасевич герой нашей программки бьет опасным поворотом и малыгин не сразу фиксирует этот удар бортасевич а бортасевич кстати он играет слева котов справа солдатенков с контаковым в центре в опорной зоне по традиции у нас даниил тюменцев который все матчи в основе начинает в межсезонье он был единственным кто начинал все матчи в стартом составе ну и во второй части сезона в весенний это продолжилось тюменцев наш опорник прямо перед ним его рудковский центральный полузащитник помогает ему роман косинчук слева рудковский 14 номер роман косинчук восьмой слева у нас антон зиньковский крайний хоббек справа сергей гаранжа его коллега по амплуа но единственный нападающий у нас сегодня это александр жижин правда он нападающий такой плавающий спящий гигант можно его так назвать один гол на счету жижина в этом сезоне огорчил тульский арсенал матч первого круга надеемся на александра мы и сегодня правда судя по тому где сейчас бегает жижин я бы не назвал нападающим он действует буквально по всему фронту атаки так и быть до конца последовательным назову я из запасных читановская команда это снова синьковский и опасный удар от антона очень легко он разбирается со своими оппонентами сейчас тоже он обыграл одного из защитников бордовой форме и достаточно неплохо пробил на мяч прошел выше ворот уже несколько было опасных ударов отмечаемый этот факт бил и брата сеевич белый жижин белый зиньковский но створ ворот пока попал лишь борта сеевич надеемся все впереди 15 минут матча прошло 0-0 итак запасные наш команды алексей кузнецов вратарь федор лимонов илья молтынинов влад сарвели амирхан арсланов илья камышев и роман ежов наверняка двое последних на поле могут появиться были у них небольшие повреждения они их залечили но пока много времени на поле провести не могут хотя и камышева и ежова пожалуй можно назвать в основными футболистами стреляют строго значок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Телеван 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 Барай, барай! Ленин, выигрывать надо! Барай, Барай, смотри! Здесь, здесь! 100! Барай,бурлее Есть!!! Барай Барай Субтитры делал DimaTorzok Играет музыка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, пять. Раз, два, три, пять. Раз, три, десять угловых мы уже увидели. Один гол мы уже увидели. Фолов не так много. Игра идет быстро. Больше мячом владеют чертановцы. Подходы к воротам, повторюсь, есть. Нет голов. Антон Зиньковский снова с мячом. И на двоих он идет. И двоих он опережает. Дамы закончить с представлениями всех уже действующих лиц. Назову я и судей, которые тоже, безусловно, свою роль сыграют. Главный арбитр Артем Любимов. Он представляет Санкт-Петербург. Его помощники Андрей Шульгин из Няндемы и Владислав Лешко. Также из Санкт-Петербурга. Ну и инспектор матча Алексей Тюмин из Новочеркасска. Что интересно, Алексей Артем Любимов, этот арбитр, должен был судить матч первого круга между Подолей и Чертанова. Но тогда, буквально в последний момент, Любимова поменяли на другого судью. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. И матч второго круга, Чертанова-Подоле, Любимов все-таки судит. Пока к нему претензий особых нет. Судит грамотно, судит спокойно. Да и фолов, как я уже говорил, немного. Много. Больше всего, если смотреть в статистику, пока угловых. 7-3. Чертанова впереди. По голам 1-0. Чертанова позади. По сути, неплохо в центре поля. Неплохо получается в одно касание играть. И у Данила Тюменцева, и у Рома Косинчука. Жижин всегда на подхвате. Но до по-настоящему опасных голевых моментов дело пока не дошло. И Грутковский. Неплохой перевод на левый фланг. Там Антон Зиньковский. Мяч принимает. И опасно дело передачи штрафную. Но до партнера мяч не дошел. А это с мячом уже 11 номер. Подолье. Тот самый Александр Селиванов. Делал передачи на своего партнера. И мяч до него дошел. Сейчас рядом с нашей штрафной. Работает с мячом подальчане. Надо их накрывать. Но не удается этой уже штрафной. Футболист в бортовой форме. Но все-таки накрыли его. И нам надо свою атаку развивать. Очень неплохо вышли сейчас из-под прессинга. 4-5 передач в одно касание. И жижили сейчас с мячом на Зиньковского. Зиньковский один в один может им играть. Именно это он сейчас собирается делать. Но все-таки с мячом расстается на Котова. Котов уже рядом с чужой штрафной. Наш правый защитник. И зарабатываем мы опасный штрафной. Зарабатывает его Роман Косинчук. И именно он за мячом бежит. И скорее всего он и пробьет. Хотя исполнители штрафных у нас есть. Может пробить и Котов. 17 номер, который в матче первого круга со штрафного уже отличался. В матче с Липецким металлоргом было это, правда, давно. Прошлым летом. Сергей Гранжа два голоса штрафных забил. Так что и он может пробить. Ну и сейчас целая делегация. У мяча там и Жижин, и Тюменцев, и Котов, и Рудковский, и Косинчук. Зиньковский неподалеку. А вот Гранжа в стенке находится. Так что Сережа точно этот штрафной пробивать не будет. Прямо по центру ворот. Прямо на полукруге. Может быть опасно. Малыгин стенку выстраивает. И отрежает в нее. Он сразу пятерых человек. Косинчук разбегается. Бьет очень опасно. Рядом. Рядом с перекладиной. Буквально сантиметров 30, наверное, не хватило Роману Косинчуку. Снова. Снова не хватило. Да, у Романа Косинчука два гола в этом сезоне. Первый из них он забил, кстати, ворота по доле. Отличился тогда он с пенальти в матче. Первого круга счет стал 2-1. И так мы и закончили. Ну и недавно Рома снова отличился. В матче с Курским Авангардом забил он гол. Мог забить и третий. Но промахнулся с точки. Пенальти не реализовал тогда Косинчук. Сейчас не реализовал он штрафной удар. Ну продолжает свои атаки чертановцы. Братасевич забрасывает на Зиньковского. Неудачная скидка от подальчанина. А здесь Зиньковский с гаранжой вместе. Неизвестно как очутились. Один левый крайний хоббек, другой правый крайний хоббек. И вдруг очутились они на одном фланге. Видимо перестроил игру Михаил Сергеевич Буренков. Потому что Котов очень далеко выдвинут на чужую половину поля. И судя по всему Котов теперь у нас играет полузащитника. И перешли мы на игру в три защитника. В центре Кондаков справа Сладотенков и слева Братасевич. Судя по всему именно так. Можно сказать пошел ва-банк. Михаил Сергеевич в три защитника играем мы не часто. Да практически никогда. Лишь в вынужденных ситуациях, когда у нас выпадали все защитники, играли мы в три оборонцы. И вот сейчас уже в середине первого тайма, проигрывая 0-1 по долю, перешли мы на игру в три защитника. Зиньковский, судя по всему, выдвинулся у нас на острее атаки. Под ним, под нападающими Косинчук и Гаранжа на левый фланг. Перешел Жижин на правый Котов. Ну и под ними опорник Тюменц. Вот такая у нас большая группа атаки теперь. Котаков 16-летний. Уверенно вообще выглядит, надо сказать. И в Лисках неплохо отыграл. И здесь пока абсолютно не тушуется, не стесняется. Молодец Егор. Капитан команды 98-го года рождения. Гол, к сожалению, вы видите, не смогли. Мы его видели вживую. Но еще раз повторюсь, абсолютно банальнейший гол. А вот что здесь, Любимов? А Любимов показывает, что будет удар угловой. Все-таки уже восьмой угловой у ворота подоль. Заработал его Александр Жижин. И отправляется его подавать. Кто-то из наших футболистов не видно издалека. Разыгрываем мы, естественно. Корнеры не подаем. Ну а вот сейчас на углу штрафной. И здесь Котов, но мяч не доходит до него. И снова Александр Малыгин будет заниматься своим любимым делом. Будет вводить мяч от ворот. И, естественно, на 32-й минуте матча он уже торопиться не будет. Подольчане выигрывают. 1-0. Гол не видели вы, но в наших видеообзорах и на сайте, и в группе ВКонтакте, и в Твиттере выкладываем мы ссылки. Посмотрите, ничего в нем интересного. Можно меня заподозрить безусловно с объективностью, но можете подозревать, пожалуйста, это так и есть. Самый обычный гол. Подача с углового. Выиграли борьбу на втором этаже. Скидка. По-моему, даже не скидка, а просто мяч отскочил. К игроку Подолья. Удар по воротам. Гол. Все. Нам таких голов забивают просто миллионами. Никакой комбинации, никакой хитрости. Просто забрасывают штрафную, где выиграют борьбу. Взрослые, более крепкие мужики и кое в составе Подолья. Достаточно. Ну а что говорить? Молодых футболистов в основе у Подолья на данный момент всего лишь двое. Это Егор Бажутов, 25-й номер защитника, и Евгений Еженков, 9-й номер полузащитника. Бажутову, по-моему, 19 лет. Да, именно так и есть. А Иженкову 21. У нас же за 20 перешагнули лишь считанные-считанные футболисты. В частности, Котов и Косинчук. Всем остальным меньше 20 лет, а там уже Кондакову и вообще 16. 98-го года рождения, повторюсь, этот защитник. Удар по воротам Андрея Конакова. Естественно, спокойно ловит Конаков мяч. А это знаменитый проход Антона Зиньковского. Очень легко он опережает 25-го номера. Перед ним еще 14-й. Зиньковский идет и делает передачу пяткой. И здесь неплохо, неплохо сейчас играли наши футболисты. Зиньковский очередной свой проход. В Лисках он приблизительно то же самое делал. Да и в предыдущих матчах Зиньковский в своем стиле берет мяч буквально у нашей штрафной и протаскивает его на скорости до чужой. Сейчас он всех своих оппонентов опередил очень и очень легко. Того же 25-го номера Бажута. Ну а вот здесь опережают уже наших футболистов. Непонятно, откуда взялся этот гол. 35-я минута. Буквально с нескольких сантиметров подальчанин поражает ворота Чертанова. Как это произошло, непонятно. Вроде бы мячом владели наши футболисты. Вроде бы ничего не предвещало беды. Вдруг потеря, вдруг передача. И буквально с метра, даже меньше, ворота Канакова поражает кто-то из подальчан. Кто? Мы сейчас узнаем. Голубы ворота Канакова. Голубы ворота Канакова. Возьмем и руководной ворота Канакова. Говорят, чем явление. Черт, мочи, волной, середина Мородоподолье. Раз. 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 Ворота Канакова. Ну вот и Баранов этой участи не избежал. Ну а потом путешествовал по командам Подмосковья. Таким как Шексна, Дмитров, Зеленоград, Истра. Ну и уже третий год играет Баранов за Подолье. Это я представил вам авторов голов ворота Чертанова. Евгений Баранов счет открыл. Евгений Горячев его удвоил. Ну а Чертановцы атакуют и здесь Антон Зиньковский. И снова можно было бы пробить. Поточнее Антон Зиньковский то ли передачу делал, то ли удар у него сорвался. И очередной угловой. По-моему девятый уже у ворота Подолье. Только угловым пока похвастаться и можем. Ну а подальчане до ворот до наших доходят не часто. Но голы забивают. Первый гол после стандарта. Второй гол, как я уже говорил, буквально из ничего. Не фиксирует здесь фолл Артем Любимов. Питерский судья. Никаких претензий пока к нему повторюсь. В штрафной уже наши футболисты. Здесь можно забивать и гол. Это Рома Косинчук. Под перекладину отличная комбинация нашей команды. Проход по флангу. Пас назад на партнера. И Косинчук под перекладину мяч отправляет. 2-1. Ну что ж, поборемся, поборемся еще. 38-я минута идет. Лежит кто-то из подальчан. Наверняка у них будут какие-то претензии к арбитру. Что якобы мы не остановились и продолжили эту атаку. Но на самом деле никакого фола не было. Даже повтор, несмотря, могу сказать, фола не было никакого. Рудковский мяч отобрал чисто. Сделал передачу на край. Там последовал проход кого-то из наших футболистов. По-моему, это был Котов. Хотя, может быть, и Гранжа. Это уже надо смотреть на повторе. Но одно известно точно. Гол забил Рома Косинчук. Восьмой номер нашей команды. И счет стал 2-1. Все впереди. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Делаем небольшие паузы трансляции Просто потому, что надо поменять счет На нашем красочном табло Есть у нас и табло, и таймер даже Нет таймера Ну пока нет Когда-то будет Во втором Счет 2-1 в Подоле впереди Матч Чертанова, 5 минут до конца первого тайма Буквально несколько минут назад Рома Косинчук один гол отквитал И в общем-то, в принципе, игра-то У нашей команды идет Говорил я уже о невероятном количестве угловых Коих набралось 9 Есть подходы к воротам, были опасные удары И рядом с перекладиной проходил мяч И штрафные удары были И в общем игра идет Но вот если бы еще не эти досадные Назовем это ошибками в обороне Потому что, как любит повторять Михаил Сергеевич Баренков Забивают нам не потому, что они сами этот гол придумали Это мы его себе привезли Но так на самом деле и есть И вот сейчас стандарт Где хитрить и долго думать не надо Пожалуйста, гол Второй гол вообще За гранью фантастики Где мы привезли себе его Сами буквально И пропустили два гола Вот повнимательнее надо было бы быть в обороне А так игра-то идет И, глядишь, ввели бы 1-0 А так проигрываем 1-2 Очередной угловой в нашем матче На этот раз Александр Селиванов Подольчанин его подает Поднимает он руку Видимо, какая-то наигранная комбинация А угловые это очень опасно Принимаем во внимание Что наши футболисты Еще раз повторяемся На втором этаже не столь сильные Как любая другая команда 2-го дивизиона На этом В этом компоненте мы точно на последнем месте Но, безусловно, прибавляем А вот здесь неточная передача От Рудковского Который в этой игре достаточно неплохо выглядит Очень активен Егор И непосредственное участие В первом голе нашей команды Он принял Ну, а это удар Третий удар по нашим воротам От футболистов Подолье Бил это 10-й номер этой команды И сейчас подскажу, кто это такой Это Максим Шуньков Которого постоянно здесь называют Шуня Шуня-Шуня Слышны такие крики От скамейки Подолье Третий удар И два гола, между прочим Вот такая статистика у подальчан У нас ударов 6, а гол 1 Завелось сказать А это, между прочим, не маловажный факт Сразу после второго гола в наши ворота Михаил Сергеевич Баренков Сделал замену Уже в первом тайме А это Очень редкий случай для Баренкова Предпочитает он делать замены Уже в концовке второго тайма Ну, а здесь Еще до перерыва На исходе получаса Поменял бы на Александра Жижина И Наверное, Саша в игру не вошел И вместо Жижина вышел Роман Ежов А здесь Зиньковский делал неплохую передачу в центр Но до партнера мяч не дошел Не могут выйти грамотно из Обороны подальчане Мяч они теряют Снова с мячом чертановцы И по владению мячом Я засекаю время И говорю вам честно 79 на 21 Таков процент владения мячом чертановца В первом тайме А нет, подсказывает мне 78 на 22 Ну, пусть так Пусть так Мячом владеем и очень много Территориальное преимущество Безусловно, у футболиста в белой форме Подальчане не могут снова выйти из обороны Мяч отправляют они не назад Малыги, ну и тот От души Пинает его вперед Здесь Первым на мяче Наш футболист И снова ничем опасным Атака по доле Не заканчивается Как они забили нам два гола Просто непонятно Если они не могут сделать Две-три передачи Точных подряд Но, тем не менее Два гола в ворот чертанова влетели В общем-то Неудивительная картина Такое В наших матчах Уже В этом сезоне было Что здесь сказывается Неопытность Пожалуй, да Недостаток мастерства Пожалуй, нет Сладенков неплохая передача Доходит она до Косинчука Косинчук назад на Рудковского Рудковский неплохо Переходит на левый фланг Кричат Антону Зиньковскому сам Но он отдает на Бортасевича Бортасевич простреливает Там только Бордовые ребята Которые снова мяч выбивают От души Вперед И Девочки Которые на матче с Чертановой Именно девочки Подают мячи Одна из них Устремилась за мячом А вторая Отдала мяч Нашим футболистам Но аут Выбросили мы неудачно Ну а эти ребята Безусловно Сейчас торопиться Не будут Им важно На перерыв Уйти именно При счете 2-1 Гол в раздевалку Это Безусловно Не нужен Не нужен Подольчанам Нам то он Очень даже нужен Пали здесь В атаке Косинчук И сейчас Еле-еле Встает Егор Бажутов 25 номер Молодой Защитник Подолья И готовится он Пробить Штрафной Основное время матча Уже Истекло Пожалуй Одну минуту Обязан Артем Любимов Добавить Все-таки 3 гола было Замена была Может быть Даже и пара минут Питерский Судья добавит Чертановцы Здесь атакуют И ошибся Между прочим Вышел-то у нас Не Роман Ежов А Влад Сорвели 20 номер Конечно же Вместо Жижина Сорвели У нас вышел Именно он Вместе Даже не скажу Я вместе с кем У нас На месте Нападающего Уже успели Поиграть и Жижин И Зиньковский И Косинчук Сейчас Сорвели Меняются Постоянно Наши ребята Местами И пытаются Запутать Футболистов Подолья Свои места Сохраняют Пожалуй Лишь Опорник Тюменцев Центральный Полузащитник Рудковский И два Крайка Зиньковский Слева И Гранжа Справа Все остальные Впереди Постоянно Местами Меняются Это и Косинчук И Сорвели Косинчук с мячом Опасные удары И попадает он В мягкое место Футболисту Подолье Ничего Почему-то Не добавляет Любимов И при счете 2-1 Одну минуту Довавил Любимов Все-таки Да Мы ее уже Отыграли С отсчетом 2-1 Первый тайм Закончился Подолья Впереди Но мячом Повторюсь Владеют Чертановцы 80 на 20 Процент владения Мячом Территориальное Преимущество У нашей команды Игровое У нашей команды Угловых Мы подали Невидное количество Но С угловых Мы не забиваем Уж не обессудьте Забиваем мы Красиво Мы забили Именно красиво После отличной Отточенной Хитрой Комбинации Роман Косичук Под перекладину Мяч отправил Ну а нам Два гола забили